Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Ксения Колесниченко, программист компании BI-Consult. Сегодня у нас с вами задание 20 дня марафона Data Yoga по ClickSense. И задание очень необычное. Нам необходимо создать Digital Data Art в ClickSense или аналоговый Data Art на бумаге на основе данных. Я сочла, что на самом деле куда больше пользы будет, если я вам дам немножко интересной исторической информации о человеке, который изменил мир. Сейчас вы видите на экране диаграмму, которую называют диаграммой Florence Nightingale, петушный гребень, диаграммой Rose Nightingale. У нее есть различные наименования. И это диаграмма... Кстати, не Florence Nightingale является изобретателем. Она лишь... Просто в исполнении данный тип диаграмм стал наиболее известен. Благодаря вот именно той картинке, которую вы сейчас видите. Здесь отражена смертность по причинам смертности в войсках британской армии во время Крымской войны. Здесь отражено два периода. По сути, вот эта диаграмма, это круговая, ну, вариант круговой диаграммы по чарту. И здесь вы видите, что отражены два периода. Вот здесь вот момент, это когда Florence Nightingale вместе со своими медсестрами прибыла в армию наводить изменения. Вы видите здесь, что каждый сектор отображает смертность по конкретной причине в конкретном месяце. Да, и, например, вот красным отображена смертность от ран. Видите, как они обыграли цвета? Красным отображена смертность от ран. Черным, голубым цветом, то есть, который здесь серым, отражена смертность от болезней, а черным цветом смертность по всем другим причинам. Причем на что еще стоит обратить внимание, да, это то, что, ну, например, смертность там в январе 1855 года от болезней, да, это инфекционные заболевания и предотвратимые болезни, она считается не как вот эта площадь, а как площадь, начиная с центра. Вот. Florence Nightingale, после того, как она прибыла и смогла начать внедрение изменений, она добилась снижения смертности в 21 раз, с 42% до 2%. И это невероятное достижение, и иллюстрирует эту диаграмму. Кстати, если вы обратите внимание, то вы увидите, что здесь даже нет цифр абсолютной смертности. Вот. Ну и, собственно говоря, что сама Florence Nightingale делала, и что она дальше смогла внедрить, как она смогла изменить мир, да, она добилась, она написала несколько книг, благодаря которым были введены изменения в организацию, в организацию немедицинского обслуживания пациентов, да, и вот она добилась невероятных изменений. Да, конкретно вот в данном случае, во время Крымской войны, санитарные условия были просто невероятно ужасными, да, вместо постели у раненых было сено, которое там по полгода не менялось, и не менялось после смены раненых. И возглавляемые Florence Nightingale, медсестры, были вынуждены начать вообще сновидение чистоты. Да, они избавлялись от блох, крыс, они инициировали и организовали очистку канала, подающего питьевую воду, и там было найдено тело лошади. Да, Florence Nightingale организовал сбор денег на белье, на посуду, там, на инструменты для наведения чистоты, вот. И, собственно говоря, вот здесь, вот, да, в июле 1854 года начиналась эпидемия холеры, и вот мы видим, как эта эпидемия холеры была причиной смертности. И, к сожалению, она не сразу смогла заняться тем, чем хотела, да, потому что, ну, такие времена были, что ее банально игнорировали. Вот, ну, собственно говоря, со временем она смогла добиться доведения госпиталей до порядка, до какой-то чистоты, да, и, по сути, она совершила революцию в уходе за больными. Вот те стандарты по проектированию, управлению и управлению госпиталями, которые она внедрила, они до сих пор используются в современной Великобритании. Ну, и также она добилась фундаментальных изменений в британской военной медицине. Имя Флоренс Найтингейл не забыто, но в России оно мало известно. Вот. Эту запись я веду 12 мая 2020 года, в день ее 200-летия. Вот. И, кстати, 12 мая, в честь ее дня рождения, празднуется Международный день медицинской сестры. И тут у меня и вариантов других не оставалось, собственно говоря, о чем вам еще рассказать. Именно о Флоренс Найтингейл. Вот. Я была очень рада записать для вас решение этих заданий. Пожалуйста, обращайтесь в BI Consult. Если у вас будут какие-то вопросы, мы с радостью вам всегда поможем. Желаем вам успехов в изучении Кликсенс. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok